В Казанском федеральном университете впервые начинает свою работу летняя лингвистическая школа «Интеллектуальные обучающие игры». Несмотря на то, что официальное открытие школы состоится 27 августа, посетить первые занятия и познакомиться с приглашенными зарубежными специалистами можно уже сейчас. Основной упор мы здесь в нашем университете делаем на то, чтобы заниматься не чисто лингвистикой, а выводить ее на множество самых различных близких полярных наук. Это и медицина, это и биология, это и компьютерные технологии, это и статистика, это и математика и так далее. И именно эти направления, именно эти стыки и перехлесты как раз являются наиболее перспективными сегодня в современной мировой науке и вызывают наибольший интерес. Вопросы обсуждения летней школы коснутся современных образовательных систем. Это система оценки текстов, в частности учебных текстов. Что греха таить, даже в нашей школе огромное количество самых разных учебников, разных по уровню написания, разных по характеру, даже по одному и тому же предмету. И вот такая компьютерная автоматизированная система, она поможет сделать такой доскональный анализ этого текста. Во-первых, по уровню сложности, насколько он доступен для учащегося того или иного возраста. Главным событием в работе школы это приезд и участие крупнейшего зарубежного специалиста в области лингвистики. Профессор Даниэль Макнамара известна не только своими публикациями в базе Дангскобус, но и разработками интеллектуально обучающих систем. Well, this morning we heard a lot about the research being done here at the Institute, which has to do with analyzing language so that we can better understand how to assess readability, how to improve text for students. So this morning I'm going to take a step back and I'm going to talk more about how students understand text, how do we understand discourse, how do we understand language. Следующая лекция зарубежным специалистам состоится уже 24 августа. Также занятия летней лингвистической школы КФУ будут продолжены до 29 августа включительно. На площадке Института филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого Казанского федерального университета. Аделья Шамилова, Владимир Нелюбин, Универньюз.